Во все времена на Земле воплощались духовные учителя, творческие личности, философы, которые указывали человечеству путь к познанию смыслов бытия. Именно такой была миссия Шриченмоя, нашего великого современника. Выставка, открывшаяся в Музее истории Харьковского национального университета радиоэлектроники, посвящена одному из направлений творчества Шриченмоя, выдающейся личности нашей эпохи. Ее название Джарнакала, что в переводе с бенгальского означает «фонтан искусства», не случайно. Каждая картина – живой, искрящийся поток, излучающий вибрации радости и счастья. Шриченмоя писал спонтанно, мгновенно передавая картинам свои эмоции и чувства. Он использовал кисти, губки, а иногда просто опускал пальцы в краски и спешил перенести на холст интуитивно выбранные цвета. Шриченмоя стал одним из самых самобытных художников современности. Он создал уникальную теорию соответствия цветов внутренним состоянием человека. Все, что мы переживаем в своей душе, все состояния сознания проявляются в виде конкретных цветовых импульсов и их сочетаний, считал он. Смешивая краски, Шриченмоя создавал волнующее эмоциональное послание, и это всегда буквально завораживало зрителей. Выставки Шриченмоя проходили в самых известных музеях мира. На данной выставке представлены копии картин, оригиналы которых были представлены на выставке в Организации Объединенных Наций и посвящены Международному Дню Мира. Картины Шриченмоя в большинстве своем посвящены гармонии и красоте. И один из афоризмов, который мне очень нравится, следующий – мир на земле наступит тогда, когда сила любви заменит любовь к силе. По инициативе ученицы Шриченмоя, Татьяны Романовой и других членов Харьковского центра Шриченмоя, в нашем городе уже проходили выставки Шриченмоя и в художественном музее, и в галереях, и в культурных центрах. Особенность экспозиции Джарнакала в Музее истории технического вуза Харькова состоит в том, что ее зрителями стали не только традиционные посетители художественных выставок, поклонники живописи и искусствоведы, а преподаватели и студенты, которые занимаются наукой, отличаются рациональным складом ума. В зале, где разместились картины Шриченмоя, происходили встречи восточного сердца и западного ума. Кстати, такое название носит одна из книг философа. Он всегда считал, что западная и восточная цивилизации должны гармонизироваться. Директор музея Людмила Тихоненко и ее помощники восприняли идею Татьяны Романовой о выставке Шриченмоя с радостью и энтузиазмом. И так, рядом с экспонатами, посвященными истории Харьковского национального университета радиоэлектроники, расположились необычные, излучающие потоки эмоций, картины Шриченмоя. Мы находимся в Музее истории Университета радиоэлектроники. Этот музей был открыт в октябре 2013 года с двумя залами – выставочным и экспозиционным. В выставочном зале проходят разнообразные выставки. И на данный момент проходит выставка, посвященная Шриченмою, которая, несмотря на то, что у нас вуз технический, ребята с удовольствием, студенты, учащиеся в нашем университете, с удовольствием посещают эту выставку. Татьяна Романова, преподаватель университета радиоэлектроники, рассказывала студентам о своем общении со Шриченмоем, который родился и провел детство в Индии, а затем переехал в Нью-Йорк, где проводил духовные медитации для сотрудников Департамента ООН, писал книги, организовывал марши в защиту мира, занимался живописью, музыцировал. Шриченмоя на самом деле очень удивительный человек. Это художник, поэт, миротворец, спортсмен. Он удивляет как своим внутренним миром, так и внешним. То, что он постоянно менял себя, к чему-то достигал, к чему-то стремился, и вот он все выплескал в мир. Он отдавал себя полностью этому миру. Когда он изменял себя, он изменял мир. Это древняя восточная поговорка, которой он придерживался. При этом он сам был тоже философом, прекраснейшим философом. Огромное количество его текстовых произведений, его айфоризмы становятся чрезвычайно знаменитыми, и каждый начинает их использовать. Вот мне тоже недавно здесь в музее попалась книжечка с айфоризмами, и я начал ее читать и нашел для себя много интересного. И что удивляет, очень много добра, очень много света в ее словах, также в ее картинах, поскольку света – это всегда изображение. То, что Шриченмоя представлена на этой выставке, очень замечательно. Студенты с интересом знакомились с королевством цвета, которое, по утверждению Шриченмоя, дано человеку для исцеления души. Например, согласно теории художника, красота имеет розовые оттенки, мечта – бирюзовые, интуиция – желтые. Шриченмоя считала, что каждый колор имеет свое значение, и его мероприятие отрезнялось от того, что сказала психолога взагалі. Например, белым он считал, что белый колор – это колор чистоты, а зеленый – колор энтузиазма. Каждая картина – это необыкновенное сочетание игры красок. Каждая из цветов имеет особое значение, поэтому на данной выставке мы представили еще и информацию о цветах. У Шриченмоя есть книга, которая называется «Киндом калорс» – «Королевство цвета», в котором он дает толкование у каждого из цветов. Кроме картин, Шриченмоя принадлежит серия графических работ – 16 миллионов рисунков. Это птицы, мечтающие о мире и свободе. Они напоминают каллиграфию дзен-буддизма. Для художника птица всегда была символом души человека, напоминанием о его внутренней свободе. Шриченмоя рисовала птица. Он их рисовал, как птиц свободы. Он их хотел вообразить в каждом человеке, что каждый человек вольный, вольный выбирает все, что он хочет. Так это можно сравнить с нашей страной, что она вольная, и она выбирает то, что ей нужно самой. Многогранные таланты Шриченмоя просто не могли не проявиться в сфере музыки. Он чувствовал мелодии космического пространства и слышал песни человеческого сердца. Сергей Перепелица, участник Харьковского центра Шриченмоя, исполняет произведение маэстро с особым вдохновением. Субтитры создавал DimaTorzok Студенты университета радиоэлектроники внимают звуком его флейты, которые, оказалось, объединяются в пространстве зала с мелодиями, которые исходят от картин. Субтитры создавал DimaTorzok Сюда вот заходишь и ощущаешь какое-то душевное успокоение. Сразу, когда зашел, услышал музыкальное сопровождение. Это очень настраивает на позитив, на успокоение. Музыка – это такая гитара, флейта. Очень приятная для души музыка. Музыка его очень успокаивающая. Он так хорошо работает на психике. Он расслабляет, дает душевное успокоение, ее настраивает на позитив, на работу. Он играл на огромное мневшее количество инструментов, конкретно на 170. И каждый из этих инструментов он владел фантастически. И, играя на них, он создавал новые мелодии гармонии. Вот даже вчера мы писали огромные талмуды по физике. Я слушал его мелодии. И знаете, очень помогало расслабиться, когда ты напряженный в 2 часа ночи пишешь, пишешь, пишешь. И тут ты слышишь музыку, которая тебя успокаивает, помогает расслабиться, не перенапрягаться. Ты работаешь, 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 не уставая. С радостью приобщаются к творчеству шличен Моя и преподаватели университета – коллеги Татьяны Романовой. Таня Романова – это вообще потрясающая женщина. Это потрясающий преподаватель. Путешествует по всему миру. Сейчас ее работы востребованы, приглашаются на различные международные конференции, где пользуются большим успехом. Но это одна сторона. Вторая сторона, которая мне больше всего нравится – это ее потрясающая способность приносить людям радость. И эту радость она приносит всеми способами, которые только у нее есть. И один из таких способов – организация такого рода выставок, которые близки ей по духу, близки ей по мироощущению. Андрей Тивяшев считает, что феномен живописного творчества шличен Моя заключается в том, что его картины вызывают энергетический резонанс в душе каждого человека. И это признак великого таланта. Есть такая теория – теория резонанса. Когда биологические клетки, например, и человеческий организм или все органы этого человека находятся в каких-то колебательных движениях. И когда человек воспринимает окружающую среду, и когда внешнее поле совпадает с внутренним полем, получается так называемый резонанс. Получается гармония и слияние человека с этой средой, с этим искусством, которое он смотрит. Это может быть и музыка, это может быть и искусство, изобразительное искусство. Согласитесь, что творчество шличен Моя сегодня для нас, украинцев, имеет особое значение. Ведь оно посвящено миру и свободе, самым главным ценностям, которые характеризуют нас как нацию. Как символ гимна Украины, в котором поется о свободе, летят птицы шличен Моя в небеса с берегов Днепра и вершин Карпат. Все творчество шличен Моя посвящено внутреннему миру, гармонии, радости и счастья. Счастье, говорил шличен Мой, это энтузиазм минус ожидания. А радость – это птица, которую все мы хотим поймать, однако это та же самая птица, которую все нам хочется видеть, летящей в небе бесконечности. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...